тут неприятность у нас опять пришли мы сегодня 4 августа 17 года пятница наши сады это называется тут сады росли яблони хорошие Эррих Яков Севастьянович специалист немец был он маркетаном было везде вот а теперь забросили это ну сколько прошло это лет 50 с лишним прошло уже и теперь здесь не яблоньки только кое-где там встречается ну ранетки мелкенькие вот а это все клен вот этот яблонька как раз растет вот обе черная которая ну на ней почти ничего нету ранетки ранетки это кто такие это ястребы 2 ястреба поймали этих каких-то пташек они среди деревья улетают и крыльями не цепляются но разбойники все время здесь ловят они на мои голуби охотились и но сегодня мы пришли потому что на втором прорыве на втором мостике необходимо вылазить посмотри вот в прошлый раз мы убирали я показывал как делать называется культура лесопользования Никита прислушайте еще раз вот гляди вот на этой стороне я работал вот оно так складывается и топчется а как вот здесь уже которые пиньки стоят она на уровне пиньков идет и дальше пиньки вот она звоню занят здесь когда я пришел сегодня гляжу вот как вот с этого момента я пошел за машиной не доносит вот она где так лежала вон она как лежала видишь 1 к 1 она не выходила никуда у него видно где дальше вот сколько не донес 1 23 метра не донес здесь никого кроме никиты не было один опираться никак нельзя кто еще был кто еще так может делать безразличные и прочее слушать еще можно но с названием фамилия ужасно мы притом это не один раз это постоянно что не хозяин то есть мне все равно я смотри вот это называется просека и от того теперь считаем 1 2 3 4 5 5 метров уже вынес на 5 метров дальше норма вот пойди в шарщины дальше до него сбросил сколько 4 ветки здесь 3 ветки здесь 5 веток и каждая ветка вот она где кончается вот где а это уже вот где кончается вот где полностью уже и просеки нет с той стороны также что это попробуй там шарщинский бор вот такие вот как у нас оставляют сучки где-то вот такие вот вот их не оставишь тебя лишат лицензии больше ты никогда там не будешь сейчас я володе сказал володя вот здесь вот прямо здесь рядом я могу даже показать где он выпилил вот он выпилил вот она стружка видать вот он выпилил все что есть вокруг выпилил и вот куда отнесли куда дальше этой все мы прекратили работу я сказал никита начинаю по новой все это месяц назад мы доходили здесь вот она лежит брошенная так другая вот так вот а третье вот так батюшка уже не раз говорил кому что-то нужно приходит сейчас дерево прямого выпиливать основной бросил ушел так отойдите отсюда это американский называется клен сорная на него ни лицензии ничего не надо ну вот она видно где все его надо корчевать на этом месте сады но мы не можем пока вот я говорю об этом я знаю как это неприятно ну почему почему это не приучили что городской человек он не думает что после него будет кто-то и кому-то будет неудобно ему не проехать не пройти не взять ну посмотри вот людей как это мы набрали сейчас вывозить будем пока наблюдал кладе клали отошел ну не больше полчаса прихожу уже не дает а уже все загажем полностью просека вышла из строя страха божия нет слезная молитвы не тут все в этом заключается они в том что ты патриот там это слова высокие я сказал прекратить работу выпилить подготовить место ну и начать по новым вот это вот на них это возьми топор я сейчас замену топор такие коряги ложить не надо их надо сначала разрубить вот она лежит сейчас посмотри как меняется температура он залез тем более дома ветла у нас была огромная такая куча яблоней пришлось бузину пилить поломала буря и все сложили и получилась одна кучка колокол одна больше нет на положите-ка а потом сами посмотрим что у нас получится похожая похожая или нет самое плохое то что замечание при том абсолютно справедливые воспринимается как унижение какое-то человек потерял свободу свободный может быть тот кто заботится о других свободе надо учить свободе учить мэр города томска макаров сидит под следствием и статьи показывает какие взятки огромные огромные миллионные взятки коррупция угроза и притом у него содружество такое выполняли все наконец посадили он узнал почему свобода 5 миллионов под залог выпустили почему бога нет здесь мне нравился секретарь по идеологии раньше был куфаев владимир алексеевич кажется звать его мамонтовская района алтайского края секретарь по идеологии нам он хорошо сделал как я помочь не могу мы сказали только не мешайте мы сами будем восстанавливать поселок 26 лет и рубля не вложили никто государством и дороги сами делаем храм школу все сами сейчас школу закрывают и вдруг приезжает прокурор я стал похвалиться что такие есть люди среди коммунистов иногда и бывает честно и не надо она она сгнила посмотри на сейчас отлела куда тащишь вот она посмотри на грибки а то что они вники плане сложить это положить а он говорит сидит сын юрий его три года сидит а за что деньги которые отпускали на фермеров они присвоили решила миллионах секретарь компартии по идеологии советское время а потом он куфаев фамилия его а потом он был по сельскому хозяйству зам губернатора алтайского края я говорю не может быть она точно сидит говорит сидит сын три года горит а его сейчас посадили да как же так это столько он добра делал людям время пока не показала возможность взять и мгновенно сразу хватанул и подавился но мое отношение к нему такой была возможность я бы еще не стал поминать просто прийти и утешить его как плохо без христа он приезжал мы ему немножко говорили он привозил ру руководители школ завучей сельских советов показывал как мы в лагере живем как сейчас помню он приехал такой статный высокий просто мне нравился он а сколько у вас человек это да не знаю вчера 72 приехала у нас много народу было много на костре было 120 приезжает уезжает украина дальний восток советское время до пуча еще но я говорю могу узнать а как у меня колоколь колокол висит рында я в нее как стукнул кто-то установил ставил эти качели огромные кто-то штукатурил девчонки парни с одной стороны стенку штукатурил девчонки с другой оно ощущает ну и пролетает на лицо они какие были приближали парни из армии пришли девки уже на выданье ну лагерь наш был такой и он говорит посмотрела привез кажется два автобуса этих работников и после выступил и сказал вот я был в детском лагере православном и что интересно говорит простое все они говорят из подсобных мы деревья там шкурили на них качались в деревьях как к обезьяны дети лазили они там высоко так ну было просто хорошо мы скобки забивали в большие деревья и волоком тащили как от муравьи или гулливер в стране лилипутов а тут каждый дай 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 нигде ничего нет а мы с под земли на разъезде доски выкапывали там столовые делали и он приехал и это своим которые подчиненные смотри сколько брошена твоя работа ставится давай а теперь смотри насколько дальше уйдет виде 1 2 3 4 5 внутри метра на 8 метров дальше ушли ну конечно это время отняло но это показывает что ты не бука рашка ты человек смотри как он укладывает хорошо почему все время нужен кто-то подчиняться не любит а руководить не умеет руководителя должно быть пространственное мышление он должен видеть что будет завтра что за это определенной деталью видится вот мы на деле хотели показать притом вот это загаживание леса леса абсолютно везде это сорны это территория потеряевки и все время приходится что-то переламывать батюшка за тут пойду в лес смотрю душа болит а где сучки все это выбросил и тут же валяется но хотя бы сторонку убрал прошу раз тому слова и заготовили сейчас прошел пять с вами лежит в одном месте то есть шагнуть рядом ну видно что там повалены деревья уж огни глянь мы для этого пришли нет так и лежали месяц но они теперь уже другого качества потерявшие свет вот оно сразу все это показано притом этому учить надо законе божием бог дал все это на радость человеку и когда желали врагам сделать плохое написано вырубали деревья какие плодовые а строение строительные это как будто бы не трогали такие это книга судей об этом говорит то есть деревья все время участвовали в человеческой жизни и поминается неоднократно деревья дерево познания добра и зла и в конце дерева растущая по ту и другую сторону реки там жизни как одно дерево на две стороны реки такого деревья не бывает и листья для исцеления народов да какое исцеление когда болезни там нету это означает листики вот она корешок растет а вот от коряк центрального ствола идут такие от ветки вот а я отрываю а вот здесь листик он самый тоненький и будут листики для исцеления народа то есть листья это тончайшее разумение тайн божии о чем мы сегодня даже не догадываемся почему так вот самая хорошая сестра столько она трудилась и вдруг у ней рак молочной железы а мне батюшка говорит вы обратите на внимание начался выходила что это гата перетяжит у нее течет там все это разлагается и сама поет веселая радостная почему предстоит встреча с господом как у поустовского сын говорит почему мама все радость не а ты папа все тускнеешь и тускнеешь темнее потому что не встреча с господом а у меня ничего этого нету но это такая жизнь и вот сейчас все это сложишь вот он тут немного осталось и обернись назад и посмотри и внукам своим накажи называется культура лесопользования я не просто пользуюсь этим словом чтобы совесть пробудить а на самом деле это быть христианином небольшое буквы с обыкновенной христианин это все время представляющие что ты перед богом божий лес он тебе его дал но распорядись как хозяин вот это лежат которые сучки с этой стороны никита тоже лишь куда вышли они это сужа разобрать а потом маленько попросить володи спилить то есть тогда дальше он шире будет просек а тут склонились разные смотри яблоньки за за стилю все это надо надо увидеть это понятие у тебя смотри дерево и сама гнилая там черви он дятел все издалбил ее это его кузнеца он чувствует как там червяк тощить что-то если вот такой есть это уже гнилая ястреб ястреб говорят вон дальше большое которое он с этой стороны подойти его видать вон она все в дырочках где и вот сейчас два ястреба тут под каких-то птичек поймали они тут то ли жили или что видно в кустах прямо схватил ее и поти понес вот такое дело володи что-то пилами стала тянуть он хотел вызвать романа горячего вызывать то врача не вызывают только надо на больницу идти бери пилу и гони к нему если он тут дома посмотрите что она захлебываться стала на знание то у нас не хватает вон никита поле смотри замечательно все вообще убрал как будто бы и не было ничего нигде не значит слово имеет силу воплощать а как григорий низкий говорил брат василий великого мы сказали а она воплощается в жизнь вот она видишь обыкновенное слово все утоптал удавил и тебе не стыдно будет показать другим сказать здесь работали христиане все чистое володя буду выпили все вот в этой окрестностю он выклился их много он где опилки лежат означает у трассе какие-то яблоньки вот она вот одну убрал драматский землей выше вот тоже это такое есть это означает тут что-то росло я с той стороны показывал вот это убери вот это вот это он убирал не найдешь где-то чисто убрал все а тут малина еще малина раньше тут много малины было разные разные яблони вишни крыжовник сейчас ничего нету малина иногда есть ничего нету все будем ждать володю побежал он теперь поехал на велосипеде во славу божию на второй мостик там когда-то прорыв был вчера я проехал посмотрел и надо немедленно там сваями забить чтобы весной не прорвала потому что новая насыпанная земля не утоптана и и волной размывает поэтому нужно глиной сеном столом и утрамбовывать и приводить состояние нужно все пока